Хорошо, значит, знаете, вот такое есть сказать, там есть одно откровение, но может дойдем до него, может нет сегодня. Вот такой момент. Вот есть в мире, как работает бизнес, есть товаропроизводители. То есть это какие-то заводы, предприятия, которые что-то делают, то есть вот, что-то конкретное, что можно пощупать. А есть бизнес, который основан, то есть он ничего не производит, он основан на того, чтобы перепродать что-то там, знаете, логистика, аналитика. То есть это целые компании, которые, мягко говоря, паразитируют на товаропроизводителях. То есть они ничего не производят. Но они зарабатывают деньги за счет тех, кто что-то производит. Да? Ситуация, да? Так понятно. То есть кто-то печет хлеб, скажем так, то есть там занимается его, его плод, плод его жизни – это вот хлеб. А кто-то занимается перекупкой, перевозкой, перепродажей, а кто-то даже перевозкой. Вот знаете, такая сейчас классная штука – логистика. То есть человек сидит за компьютером и он сводит товароперевозчиков с товаропроизводителями и зарабатывает на этом деньги. Я знаю таких людей. Я знаю таких людей. То есть он… Да, получается, что ты толком… Ты помогаешь, да, где-то им нужна эта помощь. Иначе… Или еще лучше. У нас это не так развито. Допустим, за границей аналитика. То есть крупные компании, Microsoft нанимают каких-то аналитиков, чтобы они проанализировали рынок, что надо производить, что будет пользоваться спросом, что нет. Тоже люди ничего не производят, но зарабатывают большущие деньги за счет каких-то товаров производителей. И вот в христианстве все так же точно. Кто-то производит товар, а кто-то паразитирует на уже произведенном товаре, ничего, по сути, не делая, но зарабатывая какие-то баллы себе, какие-то дивиденды, ну, не в финансовом, может, эквиваленте, а вот что там, кто чего, популярность так же, можем сказать. И вот когда дело доходит до критики, ну, потому что ее, к сожалению, хватает, то всегда на первый план выходит вот что. Ну, то есть вот, к примеру, пишет там человек, вот вы неправильно это делаете. Что неправильно делаете? Вы неправильно там поете на служении. Хвала у вас неправильная. Логичный вопрос. Ну, покажи тогда, как правильно. Ну, спой, запиши, спой, пришли, чтобы нам поучиться. Посмотрите, как же правильно. Мне это Бог не дал. Ну, если Он тебе не дал, чего ты лезешь? Да, вот вопрос. Ну, не дал тебе Бог. А чего ты тогда лезешь туда, куда Бог дал? Оставьте, да, вот, разбираться тому, кому дал Бог. Вот, к примеру, приходит человек, да, он говорит, вот это у вас неправильно. А как правильно? Вот посмотрите, мы вот так, вот так, вот так делаем. То есть вот это правильно. Можно, да? Тихо. Дверь закройте, пожалуйста, там в комнату, чтобы лишние звуки не ловить. То есть, всегда у меня вот вопрос ко всем критикующим людям. Покажите, как правильно. Вот если вы знаете, как, почему вы не делаете, как правильно? Ну, вот сделайте что-то. Вот недавно у нас там на днях под нашими видео «Школа Христа» разгорелось, такие какие-то несколько сестер устроили обсуждение Шаповалова почему-то. Шаповалова. И, знаете, вот Шаповалов Андрей, к нему можно относиться по-разному. Вначале его любили, теперь его кто-то, кто любил, уже ненавидит, кто-то, кто ненавидит, полюбил. Его можно критиковать, вот что-то не то, не так уже у него, не так, как раньше. Но это, скажем так, сосуд, через который производится товар. То есть, он не просто сидит за компьютером и говорит, как правильно. Он делает. То есть, есть какой-то результат. Есть этот transformation center по всему, уже во многих странах, ни в одной стране. Есть какие-то плоды в жизни людей, их немало. Ну, честно говоря. То есть, для кого-то, ну, не для двух-трех, для многих людей тот же Шаповалов благословение до сих пор является. И говорить, вот он не то, а как ты делаешь? Вот тот, кто пишет, Шаповалов неправильно. Ну, так вот выложи, покажи, как правильно. А если нечего показать, так может надо помолчать? Или это такое призвание у человека критиковать? Знаете, вот Бог призвал меня быть критиком христианским. Или, знаете, вот одно дело, когда я сижу там за компьютером у себя и пишу там в группе у себя, вот это неправильно, вот это не то, вот это не так. Деньги берут, деньги берут за служение. Знаете, вот сейчас вот это, хочешь стать борцом с этим, как его, с религией, начни вот эти вещи писать. Дожились, за служение берут деньги. Знаете, кто это пишет? Кто никаких служений никогда не проводит. Он не провел ни одной конференции, ни одного семинара, ни одного общего служения. И он пишет, это грех брать за это деньги. Может грех, может нет. Возьми, сделай, проведи, покажи, как можно, не беря денег, снять зал, взять где-то аппаратуру, собрать людей, расселить их и кормить их несколько дней. Как это можно делать без денег? Мы потом скажем, вот, аллилуйя, у нас пример теперь есть. Посмотри, ничего, ни копейки не взяли, и все все получили, и приехали, и как-то прилетели, и как-то билеты купились на самолет в Крюковскому, чтобы его сюда, да, вот как-то само собой. И если человек столкнется хоть раз с чем-то подобным, он никогда больше не будет писать, что деньги не нужны. Апостолы не брали денег, да почитайте Павла, он там так о деньгах проповедовал, особенно в Коринфянам, где он их скупо сеешь, скупо жнешь. Если так почитать, предвзято его словам, можно увидеть, что он не хуже некоторых харизматов там подводил людей к пожертвованиям. То есть апостолы, ну, Иисус, у него был ящик с деньгами. Это что вообще такое? Что это такое вообще, да, что за недуховное вообще действие? Иуда ответственный был. Значит, тоже что-то вот, да, собиралось куда-то, даже у Иисуса. Потому что эти двенадцать мужиков хотели постоянно кушать. Иисус не размножал хлебы постоянно. Это было вот два раза описано в Библии. Поэтому вот это вот критиковать может, я считаю, ну, по крайней мере, имеет право тот, кто что-то делает сам и может показать, а как правильно. Или там вот сестры тебе написали, я говорю, так покажите, как правильно. Говорят, вот апостолы все показали. Подождите, подождите. Так может пусть апостолы критикуют тогда? Аминь. Если они показывают, как правильно, давайте дождемся, когда они придут и все построят. А не человек, который, я вот зашел там к одной сестре на страницу, думаю, кто это? Он знает, ну, такие фразы. Что там, рецепты каких-то кексов там? Какие-то картины? Зайчик. Как это вообще? Не знаю, я не специально, но я запомнил. Рецепт кекса – неизбежность. Нет, стоп. Безысходность. Безысходность рецепт кекса. Безысходность. Стопора, да. И понятно, что непонятно, с какого дуба вообще можно… Человек себе позволяет осуждать, выносить какие-то вердикты этому шиповалову. За что? Сделай какой-то плод. Покажи, как можно все это без денег, на одном духе святом, чтобы работало. Поэтому я говорю, что взять цитаты, писать там где-то их – это не стоит ничего. Вот тот, кто… Мы сталкивались, что такое проводить. Я понимаю, что это затраты. Ни один актовый зал не дается, потому что ты пришел к директору и говоришь, у меня есть откровение. Можно я буду тут проводить служение? Он кричит, что хочет. Знаете, вообще, вот есть такой порядок. Допустим, вот мы сейчас в гостях здесь у Юры. Это его дом. И он здесь устанавливает свои порядки. Да. Мы не можем сказать, Юра, а мы тут будем вот так себя вести. Он говорит, нет, в этом доме, если вы хотите находиться, есть какой-то порядок. Не писать мимо унитаза, да? А я у себя привык, вот куда зашел там и свет не включать. Он говорит, дома ты можешь, что хочешь делать. То есть, если ко мне домой, да, заходит человек, начинает там садиться посреди, да, ковра исправлять нужду, я его выгоню из дома. Не успею. А знаете, ну, то есть, я этих сестер в черный список сразу добавил. Они мне пишут, за что, за правду нас забавили в черный список. Я говорю, подождите, если вы пришли гадить, то есть, да, и они говорят, вот апостолов побивали камнями, а вы там боитесь критики. Я говорю, понимаете, вот можно сесть гадить, и я человека выкинул, говорит, апостолов побивали камнями, а ты не можешь выдержать, кучку дерьма вынести, что я тут сделаю. Понимаете, у себя дома человек может справлять нужду хоть в холодильник, это его вообще выбор. Но в своем доме я не разрешаю это делать, имею на это полное право. И кто мне скажет, ты меня боишься правды, я в такой свободе могу это делать, где захочу. Делай у себя дома, делай. На улице иди делай, у меня не надо делать. Поэтому мы, таких людей, просто сразу что мы? Да, свидание. Иди ты со своей свободой и правдой подальше. Есть, конечно, люди, которые приходят, да, не то что нельзя, нету места критики, но надо отличать, понимаете, когда есть истина, а когда есть истерика души. Истерика души, не важно, в юбке там или в брюках эта душа одета. Есть истерика просто. Это когда ты ничего не можешь показать, но зато, вот помните, как Яков пишет, покажи мне веру твою без дел твоих. Где? Где? Она внутри. Ну, ты иди, иди внутрь куда-нибудь. А я тебе покажу веру из дел моих. То есть, что такое дела? Это плоды, плоды, товар, результат какой-то. Кажется, да, так легко. Раз захотел, церковь открыл, захотел и там домашнюю группу открыл. Так попробуйте. Пусть попробует человек. Я серьезно говорю, попробуйте, хотя бы, чтобы она просуществовала. Полгода. Я не говорю там кинуть кличи и один раз собраться. Это тяжело. Без благодати там нечего ловить. Потому что за полгода, если это не Господь, оно все перегрызутся, передерутся, перессорятся. Библиями друг друга наколоть, это разбегутся. И знаете, как будут друг друга называть? Религиозники. Нету любви к религиознике. А я за истину боюсь. Поэтому ничего лучше, кто он говорит, чтобы, если даже вас люди осуждают, чтобы они, увидев ваши добрые дела, прославили Бога, они должны быть видны, какие-то дела, какие-то плоды. Поэтому, если я там поднимаю перст и начинаю говорить, неправильно ты поешь, дядя Юра. Не так надо петь. Он говорит, а как? Ну, покажи, ну, по-честному. Смотри, как там. Я вот скажу, о, точно, подожди, запишу сейчас. А если, я ему говорю, Юра, ты неправильно поешь, не по духу ты поешь. По плоти все твои, вот эти бардские штучки. Бардовские. А он говорит, а покажи, как надо. Ну, я не умею петь, что я могу? Ну, ты не умеешь, что ты лезешь вообще к тому, кто умеет? Хлеб у вас невкусный. Экспеки вкусный, накорми вкусным, да? То есть, все просто. А вот это вот, ну, вставлять свои вот эти вот... То есть, поэтому у нас такое вот, кто будет смотреть это видео, и потом мне эта сестра написала, как же я заблуждалась, а я смотрела ваши проповеди. А вы, оказывается, такие. Вот кто будет смотреть? У нас, не в группе, не на канале, срача не будет. Вот кто хочет срач, идите к себе и устраивайте. Запишите себе группу, там, борцы за истину назвать ее. И вот там надо собраться и перемывать кости вот всем служителям на свете. И что, ну, там, гадьте сколько хотите, ну, да, просто заходить не будем, не будет пахнуть. Но если вы приходите в гости, ну, так уважайте это место. Когда-то, я помню, мы еще шли, я шел на эту глупость объяснять людям. А вот посмотрел, вот есть плоды же, а поговорите со Славиком, поговорите с Олей. Они расскажут, что мы на самом деле хорошие, да? И все, бесполезно. Этим людям не нужна правда. Да, у них есть вот это вот, да? Причем, что бы ты ни показал, что бы ты ни... Десять раз я сказал, выключите телефон. Чтобы ты ни показал, то есть цели... То есть, понимаете, вот кто производит товар, им времени нет заниматься. Вот это вот ходить и там пересуждать Джефф Дженсен не то. А Тоди Бентли это вообще ужас. Ну, они имеются. Тоди Бентли это... Тоди, да. Слушайте, а Тоди Бентли есть дело этой сестры? Нет, он без... Ну, там где-то слепых там, да? Я не спорю, да может быть он... Может он такой неправый. Ну, так давайте делать, как правильно. Делать, делай, не говори, делать. И тогда как бы и критика сразу уйдет. Потому что если бы ты никогда не пробовал... Представляете, вот подходит человек, к примеру, в тренажерном зале. И говорит, Юра, там, ты неправильно становую тягу делаешь. Ты вот перегружаешь позвоночник. Надо вот... Я говорю, а ну покажи как. Да не, я же не умею, я никогда не поднимал штанги. Говорю, ну что ты... Ну что ты вылез? А что ты умеешь там? В компьютерные игры играть. Ну вот иди и играй. Будь сильным в том, чему ты призван. Вот так вот. А если, допустим, ко мне подходит человек, то есть есть люди в зале, я знаю, что он опытнее меня, он делает это лучше меня. Я прислушаюсь к тому, что он говорит, потому что у него есть плод. Плод. Лучше любых слов говорят плоды. Если плодов нет, безусловно, Бог посылает пророков. Мы не убираем это с обличением. Но пророк, что он сделал? Он пришел. Он выдал. И он ушел. Он не стоит и не истерит. А вы подождите, я выбираюсь. Ему нету дела. Послушал ты, не послушал. Удалил ты его комментарии. Он свое дело сделал. Он слово принес и передал. Дальше уже твои отношения с этим словом и с Богом, который его послал. Я вижу, так пророки работают. А если пророк начинает на тебя наседать, 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 да ты должен, да тебе надо вот это. Что это за пророк? Это душа уже какая-то. Правда, правда. Поэтому давайте и себе, прежде всего, вот это вот возьмем, перед тем, как кого-то критиковать, а мы посмотрим, а мы что, лучше делаем это? Ну не нравится тебе Шиповалов? Ну не слушай Шиповалова. Что за проблема вообще, да? Зачем себя насиловать и заставлять слушать его проповеди, от которых тебя коребит и написать, что Шиповалов не тот? Ну то есть, да зачем издеваться? Или там школа Христа, вот разочаровался кто-то. Ну только найдите себе другое что-нибудь. А лучше попробуйте свое. Вот серьезно, это так хорошо, как сказать, лечит вот это вот критиканство. Что-нибудь сделай и выложи в интернет. Ну и все, и посмотрим, что будет. Знаете, что будет? Ничего не будет, как правило. Просто ничего не будет. Это никому окажется не нужно. А когда есть уже что-то, да, есть повод поговорить. И это так как бы было просто надо сказать для всех радиослушателей в эфире, что мы не создаем группы или какие-то вот общения для того, чтобы там спорить и доказывать, что мы не ослы. Не устраивает вас, проходите мимо. Не лезет вас, не нравится. Ребята, найдите, что нравится и смотрите и кушайте с удовольствием. У нас пока еще, знаете, такая, как сказать, в этом вопросе свобода и демократия полная. Никто никого не заставляет ничего кушать и слушать, кроме написания, что для всех обязательно. Мне тоже пишут, вот, Дима Крюковский что-то не лезет в меня. Я говорю, так не суй, не суй. Вот, значит, школа Христа лезет, а Крюковский не лезет. Ну, а к чему его с Савадисовым не лезет? Это что, какая-то обязаловка для каждого прямо верующего слушать школу Христа или Шиповалова, или Крюковского? Нет, конечно. Вот, вот это да. Писание для всех. А все остальное на выбор. На выбор. Продолжение следует...